Всем привет, дорогие друзья, с вами Гру в поле сражений, играем-побеждаем, присаживайтесь поудобнее, заваривайте чай, кофе и погнали! Погнали с Зефриса играть, я думаю. Я, конечно, хотел показать Тесс, или Тесс показать. Зефрис у нас был, а вот хорошей такой добротной партией на Тесс и Дагриф, и почему я считаю Тесс очень сильным героем, у меня нету. Давайте, наверное, я Тесс покажу. Зефрис все же у нас был на канале, и интересно разных героев показывать. Очень хороший герой, почему хороший, потому что сейчас, ну, каждый пытается играть там через элемов, и очень часто тебе приходит чувак, который собрал триплет в пятерку, и уже имеет какое-то хорошее существо, и такой хопа, хопа там тоже урвал Ноби. И из-за этого у этого героя появляется лейт, из-за того, что там два-три героя там выходят в элемов, да, допустим, и просто обгоняешь всех по лютому темпу. В общем, покажу, расскажу сейчас, главное что, главное поставить лайк, вот, и подписаться на канал, проверить, если вдруг этого не сделали. Начинается этот герой, ну, конечно, веселый герой, значит, очень быстро дуплеты собирает, а то и триплеты. Кеннер обрадячего кота я обычно фрижу. Хотя еще не факт, потому что за этого героя можно собирать триплеты, а можно, если у вас есть старт, там, Мурлок и Коты выходить во вторую таверну. Потому что, ну, самый эффект от обилки вы будете получать тогда, когда, ну, противники будут уже во что-то выходить. Потому что сейчас вот что, Мурлок. Хочу я этого Мурлока, ну, вряд ли хочу этого Мурлока. Я бы не отказался был еще от 2-1 Мурлока, это было бы для меня лучше. Но оставаться в первой таверне ради этого не стоит, не стоит. Здесь у Навиллы механизмы, скорее всего, Навилла идет в левел. Из мехов у нас там раз-два и обчелся, микробот и микромумия. Микроботом мы побеждаем его, если у нее микромумия, у нас ничья. Главное стартануть с 2-1 существа. Это я еще вас попутно учу, как анализировать стол противника. Тоже очень важный момент, да. Примерно можно всегда предположить, что у оппонента находится. То есть там есть триплет, выставлено, что это может быть? Вполне себе реально. Конечно, у Навиллы хочется воровать лемчиков. Но она сейчас тоже, или он, я не знаю, градируется или как-то попал у Навиллы. Пошла во вторую таверну, Навилла. Наверное, она моя, да, на А. Наверное, это она, Навилла. Не Навилл же. Вот, пошла во вторую таверну. Здесь не лучше, конечно, вторая таверна. Берем токенов. Что еще делать? Я вот думаю, просто в капельку выходить. Или в голову. В голову. Так. Наверное, голова все-таки не нужна. Так у меня существ больше банально будет. Я меньше хп потрачу. Поэтому играем так. Не самый лучший второй дроп. Если честно, да. Из элемов только капелька воды. Но пофиг. Тут может быть просто заход, например. У кого-нибудь будет там Мурлок-Волнолов. И это сразу будет триплет. Смешанное существо. Он что-то там триплет собирает. Но, скорее всего, это Барова. Триплет прямо сейчас не поставила. Здесь есть, кстати, и все, что мне нужно. Смотрите. И Мурлок, и Котик. Все, что надо. Мурлок, наверное, больше меня интересует. Вот да что дожили. Меня больше интересуют Мурлоки. Ну, это как бы дуплеты. Здесь взять... Ну, вот это можно брать, конечно. Но мне, если честно, это особо не нравится. Давайте ролять. Здесь у нас есть хороший Мурлок. Можно, конечно, еще там голову в триплет собирать. Но больше мне, наверное, нравится капельку собирать. Так мне слишком много всего продавать надо. Давайте, наверное, откажемся от головы кота. И возьмем капельку. Кто вообще? Тоже смешанные существа. Там могут быть и котики, и лемы. Все, что угодно там может быть. Вот. А дальше уже будем, наверное, выходить. Собирать себе Т4 таверну. Ну, чтобы найти что-то полезное. Потому что, ну, вот с таким столом, конечно, на пятый ход это смехотворно играть. Надо уже что-то собирать. Можно, конечно, котика запретить. На всякий случай. Ну, здесь, смотри, два продажи менталя. Конечно, хочется три. Тогда у меня будет два триплета. Я думаю, это вы тоже понимаете. Вы же умненькие. Направо бей. Направо не бьем. Четыре урона. Ну, хорошо, у меня фулл хп было. Так. То есть, что получается? Рерол. Ну, придется продаваться. Здесь выход в левел. Рерол с обилки. Покупаем. А, ну, надо продать что-то. Я, наверное, не буду собирать тебя. Можно, конечно, в следующую таверну пойти. Можно. Там демоны. Много хп потеряю, да? Если буду рисковать. Котика мы продаем. Много хп потеряю. Ну, да, много. Давайте сразу собираем. Я не буду рисковать. Гидра Бабблтаунд. Бабблтаунд прикольно, если бы я вот это взял. Ну, можно, кстати, двоих продать, взять тебя. Но я это не очень хочу. Давайте брать гидру лучше. Она, в принципе, на этом этапе прикольная. Рерол. Ну, вот это уже, наверное, не суперинтересно. Скорее всего, Бигглсорта взять мне будет тупо нечего. Сейчас надо будет купить, наверное, троих существ. Каких-то. Ну, может, у нее что-то урвем. Точно не знаю. Глянем. Гидра на этом. Ну, здесь брать только праздноменталя, да? И все. Ну-ка, сюда бей. Блин, самое неважное существо для меня ударил. Здесь есть праздноменталь и все, как бы. Ну, чисто праздноменталя тырить не очень хочется. Хороший стол у Бигглсорта, кстати. И они лучше существа получились. Четвертая таверна, конечно. Ну, бывает. Ага. Так, 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 так. Ну, просто можно собрать триплет в более высокую таверну. Но, наверное, я не очень хочу. Я хочу взять вот это все дело. Может быть, надо было хвост собрать. Посмотрим. Сейчас точно не знаю. Мажордом Экзекутус. Во, вот это вот. Вот это уже как бы аут. Это уже что-то. Это мой любимый выход. Мажордом Экзекутуса. Слушайте, у него Элема. Я не уверен, что я соберу хвосты вот эти. Здесь пришел праздноменталь. И в теории, наверное, надо, да, его фризить. Сейчас, может быть, мы соберем праздноменталя в триплет. Это такая, знаете, раньше я старался рашить, там, пятую таверну. Но последние 2-3 стрима мне, ну, вообще с пятой таверны ничего путного не выпадает. То есть я обычно выхожу, делаю триплет. Мне оттуда приходит крепкий мародер, спора и, не знаю, буря в таверне. И просто игра как хочешь. А так уже гидрочка будет качаться. Здесь есть капельки еще. Триплет. Мажордом не супер место имеет. Под бомбу он силен. Потому что у него много чего можно украсть. Есть чародейский помощник, есть раскаленный валун. И у меня уже есть мажордом. Мне смысла идти в следующую таверну нет. Я уже прямо сейчас начну усиляться, раскачивая свою гидру. Гидра, конечно, не самый лучший помощник. Но все же. Я покупаю тебя, делаю реролл с обилки. Здесь очень хорошие существа для нас приходят. Мне надо поставить сначала праздноменталя. Наверное, надо продавать тебя, чтобы баф лишний не летел. И я, наверное, хочу сыграть еще какого-нибудь элема. Например, вот на бесплатную прокрутку таверны. Потому что он ни у баф не летел. Вот. И купить вот это. У меня есть бесплатный реролл. Не знаю, пойду ли я в более высокую таверну. Но это такая переобувочка. Этих пошла. Я думаю, что дальше уже надо идти в левел и искать там одного-двух мажордомов. Либо триплет. Можем сделать реролл, но что-то я не знаю. Там мехи. Сейчас, блин, каждый старается выйти в элемов. Так что... Я думаю, что у моей сборки есть будущее. Особенности против челиков, которые собирают триплеты в пятую таверну. Я дальше смогу сам выйти, поролять. В пятой таверне все еще, по-моему... А, на одно существо больше, да? Там пять существ. Сколько я знаю, да? Вот, поэтому ролять уже дальше надо идти в четвертую таверну. У меня уже гидра на десять атаки. Хорошая гидра для этого хода. Если что-то здесь... Если я первый бью... Нет, я первый не бью. Это очень плохо. Если что-то у него украсть, еще одну гидру... Блин, тут под мамашу он скрывается. Очень плохо, очень плохо. Первыми не ударили. Че, и под гидру подставились. Ну, здесь не было зверей написано, поэтому я так и играл. Очень много урона получаем. В итоге, че, у нее есть капелька и пещерная гидра. Гидра в триплет. Очень много АХП получаю. Есть мамаша. В теории есть мамаша и гидра, да? И можно будет немножко переобуться. Блин, там у челиков триплеты. И все очень сильные. Я, наверное, тогда в левел не пойду. Будем крутиться тут. Куда же ты? Я, может, пойду. Просто у того челика классный ролл был. Не, наверное, не пойду. Не, не пойду. К сожалению, с того ролла я тоже мало чего могу взять. Так, второй мажордом. Это круто. В два мажордома будем играть. Мы можем стырить. Если я играю билку, мне придется что-то продавать. Я, наверное, не очень хочу у него воровать то, что у него там было. Лучше сыграем тебя, продадим. Ну, точно такой же ход сделаем, как тот раз. Тут кто у нас? Мурлоки? Это как бы серьезная форма. Надо таунт убрать отсюда. Мне просто мамаша не нужна. Через пару ходов гидра, по идее, мне должна делать партии. По два мажордома. Это очень сильно. Мне еще надо найти 4-1 элема. Тогда вот начнется самая интересная игра. Опа! А вот это украсть я хочу. А вот это мы хотим украсть. Здесь, правда, гидра уже космическая получилась. Я думаю, это выход в левел и попытка найти Рагну. Лил Раг, конечно, это крутая штука. И к тому же мы его, может, как-то случайно мажордома Экзекутос в триплет заведем. Тоже очень важно. Да, это точно выход в левел. Рерол с обилки. Мы получаем Рагнарошу. Бесплатный рерол. Эх, к сожалению. Не зашло. Есть капелька. Будем ли выкрутить капельку? Вообще, наверное, надо. Наверное, надо. Но вопрос вот вместо кого. Вместо мажордома не очень хочется. Ты кто? Мурлок? Стоит ли прямо сейчас скрутить капельку? Так-то каждая капелька, это получается плюс два, плюс два, плюс четыре, четыре, да, капля? Плюс четыре, четыре. И еще плюс два, плюс два отсюда, плюс шесть, плюс шесть. То есть, по факту, еба классно взять, ну, наверное, вместо мажордома. Давайте лучше поищем что-то хорошее. Мне жалко фризить. Фризить ее жалко, брать ее тоже жалко. Главное, чтобы там ядов было немного, да? А то я все в одну гидру вкладываю, а там сейчас как яд будет и все. Там мурлоки, два триплета. Два триплета в пятый ТР, но там может быть какой-нибудь брану украдем. Я бы очень хотел мажордома собрать триплет. И найти 4-1, потому что... Либо вот это в триплет собрать, мне нужно место освободить. Надо 4-1 найти, чтобы уже качать еще и 4-1-1. Ой, 4-1, а не только пещерную гидру. Да, здесь есть, конечно, яд. И он очень сильно пробивает. Надо как-то вот сюда бить. Очень хороший удар для меня. Там, куда я показал, туда и ударили. У него можно украсть брану, у него можно украсть... Этот... Ой, как он плохо на себя ударил. Вот, наверное, вылет. Вот, брану можно украсть. Классные полиамурлоки-разведчики. Можно переобувку в мурлоков делать. Вот, ну, мы слишком далеки от этой сборки, поэтому... Тебя берем. Я очень хочу собрать триплет. Кого-нибудь из них. Ибо придется вот от этого отказываться. Есть Аргус. Там Элеме. Он всего на 10 пробивал. Придется делать так, иначе мы тут это... Ничего не сделаем. Собираем в этом ходу триплет. Наверное, да. Рагнад... Хотя бы один должен качать. О, вот это хорошо. Здесь бран. Кстати, у него... У того челика тоже был бран. Но я сейчас в бурю в таверне буду играть, чтобы закрыть... Ну, закрыть всех существ здесь. Так, вот это качать не надо. Оно и так 28-26. Но я думаю, что будем качать гидру. Я надеюсь, что там нету этого... Бабл Таунт Яд. У нас, правда, есть и Мурлоки, и Мехи в партии. То есть, как минимум, можно руками накинуть туда все. И все дела. Но я не могу найти 4-1. У меня, правда, два слота появилось на раскрутку Элемов. Теперь... До этого у меня стоял Рагнароша. Ой, не Рагнароша, а этот... Пожардон. 100% вин. О, вот у этого парня... О, о чем я говорил? О, здрасте, здрасте. Здрасте, мордасть. Здесь еще есть боевой клич. Теперь бы я, кстати, от брана бы не отказался. Может, мы его выселим? Потому что он весьма и весьма сильный. Очень хороший удар для меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это, наверное, выбили. Это прям соусет. 26. Барова, извини, у тебя хороший стол. У тебя, конечно, хороший стол. И топ-3. Осталось их только как-то победить. Так, есть ты. Естественно, о номере уже никакой речи не идет. Давайте сразу так сыграем. Посмотрим. Не нашел 4-1, к сожалению, я. Так, баф не очень удачно прилетел. Давай, наверное, я просто чуть-чуть неправильно сыграл. Вот это надо было все продать. Взять тебя, поставить на стол доброго Джина. Чтобы он тоже имел возможность качнуться. Давайте сделаем рерол. Тут есть стази-минталь. Я не нахожу... Не нахожу самого главного для себя этого элема. Это, конечно, прикольно. Можно, кстати, крутануть. Вместо мажордома можно сделать еще несколько прокруток. Можно, конечно, в принципе, отказаться от доброго Джина. Но что-то мне кажется, что добрый Джин эффективнее будет. Да, если был бы 4-1, я бы точно отказался от Джина. А так сложно мне отказаться от него. Надо искать либо 4-1, либо триплет мажордома. У зверей мне там воровать нечего. Там есть гидра. Я немножко так развелся. Чтобы эффективнее сыграть. Там почему-то гидра была под провокацией. Не знаю, смогу ли я с ним справиться. 94 на победу. Он бьет первый и бьет эффективно. Очень эффективно он ударил. Если бы я первый ударил, у меня было бы лучше. Но у меня еще есть вот эта штука. А там есть яд. Но яд пройдет сюда. Очень хороший удар, кстати. Если я сейчас мамашу забираю, то минус оппонент. А так, не знаю. Так, в принципе, гидра, наверное, мне втащит эту партию. И хорошо. Но, к сожалению, убить у меня его не получится. Если бы я первый бил, было бы больше шансов. Сейчас главное в бачок не бить, а по центру как-нибудь. Вот. Вот так вот. Спасибо, гидра. Блин, гидра уже просто фламину раскачана. Надо триплет мажордомчика найти. Мне сейчас как минимум нужен слот. Мне вылетевшего дают, а стоит в левел идти. Есть там что-то украсть. Есть, конечно, микс, но чуть не очень нравится. Не, не пойду в левел. Не, а там делать нечего особо. Как бы 4-1 я и тут найду. Но я думаю, минус 9-10, да? Сейчас сделаем рерол еще. Просто не идет 4-1 и все. И где все они? Ну, скорее всего, здесь. Давайте посмотрим, что тут. Вот это хорошо, кстати, тоже на раскачку. Тоже плюс-минус нормально. Если это продать... Ну, надо еще что-то качать, потому что, ну... Качать, все вкладывать в одну корзину, это не есть хорошо. Не могу 4-1 найти. Видимо, они все у короля леча. Там два элема, и, видимо, они 4-1. Но они же где-то должны быть, правильно? То есть дальше уже отказ от одного из мажордомов, потому что, ну, я банально его в триплет собрать не могу. О, вот это хорошо. Да, я же против нее играл, у него есть и бран. У нее и бран, и рагнароша есть. Сейчас еще мажордомы бы в триплет, и вообще бы кайфульки были бы. Да, и 4-1 найти. Тогда у меня на все хватает мест. Не, мажордомы точно надо выбрасывать. Но последний слот я, наверное, 4-1 тогда поставлю, посмотрим. Вылетел этот челик. У меня большие шансы здесь... Большие шансы здесь на топ-1. О, боже, не дает мне игра и все, да? Ну, отказываемся от одного из мажордомов. Может, даже от двух. Точно не знаю. Я, наверное, гидры буду второй бить. А я отлил рага, наверное, да, откажись. А на кой черт он мне? Хотя можно отказаться от тебя. Да, наверное, уже от мажордом пошел лесом. Нам здесь надо все равно закрываться от удара пещерной гидры. Поэтому как-то так. Я думаю, что рагнароша будет плюс-минус эффективнее. Там триплет. Ну, шансы на победу есть. И были бы больше, было бы у меня 4-1 элева. Я все это видел, но что у меня нет элева. Ну что, герои сильные же, да? Сильные? Накрысил у всех. И все, побеждаешь. Да, наверное, качаем буйного элементаля за 44 и 46. Это за глаза и за уши в этой партии. Жалко, какая роль на сборке не получилась, да? Ну, какая есть. Во всяком случае, мне у нее брать нечего. Вот что самое печальное. Ему по-хорошему мексту, по-первых. Давай сюда бьем. Надо сюда бить. Сюда бить. Слава богу, гидра нормально ударила. У нее ривендера не хватает. У нее сборки нет, да? По факту, у нее нет сборки. И все, я выиграл. Тупо, потому что элева сильнее зверей. А если бы у меня был 4-1, то я бы его выиграл еще проще. Цинк about it, как говорится. Вот такая вот стратегия. Если понравилась, то пользуйся на здоровье. Герой хороший. В элемов выходит. Особо не бойся, если вдруг что-то не заходит. Всегда можешь воспользоваться обилкой. Вот так вот камбэкнуть, как я на 8 хп. Вот. Подписывайся. Жду от тебя какого-то фидбэка в комментариях. И приходи на трансляцию. Буду очень рад тебя видеть. На сегодня все. С вами был Грув. Всем до скорых встреч. Всем пока.